Библейский портал экзегет.ру представляет В пятой главе первого послания к Тимофею, а мы читаем его для библейского портала экзегет, начинаются практические наставления епископу или наставнику, руководителю общины, по отношению к членам этой самой общины. Как себя вести с разными людьми? Люди же очень разные, и Тимофей, как в четвертой главе писал Павел, он молод, пусть никто не презирает себя за юный возраст, поэтому логично, что пятая глава начинается с того, как вести себя по отношению со старшими, потому что, понятно, молодому человеку, особенно в древнем мире, где все-таки вот эта иерархия возраста, она очень большую роль играла, а как ему вести себя, когда он вроде бы над теми, кто его старше по возрасту? Старшего не попрекай, увещевай, как отца, а младших как братьев, да? Хорошо бы сказать, а младших как детей, но нигде не сказано «ставь себя выше них». Он выше них по положению, но имеется в виду, что к старшему относись как к старшему, а к младшему как к равному. Вообще, чего ожидать, если Христос сам смирил себя, будучи самым высшим, стал самым низшим? Очевидно, что так должен поступать и христианин. То же самое касается женщин. К женщине старше тебя относись как к матери, а к младшей как к сестре со всякой чистотой. Ну, про женщину отдельно упоминают чистоту, то есть чтобы не было какого-то распутства. Дальше неожиданная тема «Вдовы». И он подробно очень описывает, кто такие вдовы. Дело в том, что в том мире женщина, у которой умер муж, оказывалась в очень трудном положении. Не было каких-то пенсий, вообще трудно было прожить одному, да? Не было там большого набора рабочих мест для женщины, как она себя прокормит. Раньше был муж, который этим занимался. И зачастую вдовы, они примыкали к каким-то религиозным культам, и они, собственно, становились такими женщинами при святилище, в данном случае, допустим, при церковной общине. И вот, конечно, там много возникало всяких ситуаций. Если вдова молодая, если у нее еще есть возможность устроить свою личную жизнь, а если она при этом святилище только для того, чтобы там прокормиться, живет она совершенно такой своей жизнью. Вот поэтому он подробно описывает, как быть со вдовами. Вдов, почитай, настоящих вдов. Да, то есть, имеется в виду не те, которые неподдельные, а те, которые ведут себя как вдовы именно. Если же у какой вдовы есть дети или внуки, то пусть учатся благочестию, прежде всего, в собственном доме, и воздают должное предкам, и бы это угодно пред Богом. Да, то есть, если есть взрослые дети, вот им нужно позаботиться о своей маме. Не нужно переваливать эту обязанность на общину. Настоящая вдова, та, кто оставшись одна, да, то есть, и детей, очевидно, нет, по крайней мере, взрослых, надежду возложила на Бога, и день и ночь проводит в прощениях и молитвах, а та, что предалась удовольствием, заживо умерла. Ну, муж умер и пошла в разнос. Хотя формально тоже вдова. Вот что ты должен им объявлять, чтобы они были безупречны. Если же кто не заботится о родных, и прежде всего о своих домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверного. Это, очевидно, от тех, у кого на иждивении есть престарелые вдовы, ну, или там мужчины пожилые, и они не хотят ими заниматься, перекладывают это на общину. Отрекся от веры и стал хуже неверного. То есть, вера – это не абстрактное, рациональное или эмоциональное принятие какой-то вести о Боге. Это, прежде всего, стиль поведения. К вдовам пусть будут причислены женщины в возрасте не меньше 60 лет, у которых был один муж, и о добрых делах, в которых есть свидетельство. Воспитала ли она детей, принимала ли странников, омывала ли ноги святым, ну, то есть, служила верующим, поддерживала ли несчастных, посвящала ли себя всяким добрым делам. Да, вот, оказывается, должность вдовы – это очень требовательная такая вот должность, не меньше, чем епископа, которые епископы в третьей главе у нас были описаны. А молодых вдов избегай, когда их желание отвлекут их от Христа, они пожелают выйти замуж и выделят, что они будут виновны в нарушении прежнего обета. Ну, то есть, имеется в виду ситуация, молодая женщина, овдовев, дает обет безбрачия, старается служить Богу, но потом решает все-таки устроить свою семейную жизнь, имеет на это право, но обет-то она нарушила уже этим самым. А так они от безделия приучаются ходить по домам и уже не только бездельничают, но и сплетничают, вмешиваются в чужие дела и говорят, не должное. Поэтому я хочу, чтобы молодые вдовы выходили замуж, рожали детей, вели хозяйство и не подавали противнику никакого повода для злословия, а то некоторые уже пошли вслед за сатаной. А противник может быть действительно сатана, либо человек, который не любит христиан и дает себе труд искать, какие-то поводы их обругать, что-то о них плохое сказать. «Ты из числа верных, а у тебя есть в доме вдовы? Позаботься о них сам или сама, и не обременять церковь, чтобы она могла позаботиться об одиноких вдовах». Ну вот вновь та же мысль, что верующая должна об этих пожилых родственниках заботиться. Пресвитеры, достойно возглавляющие общину, а мы уже выяснили, что в те времена пресвитеры и епископы, скорее всего, одно и то же. Пресвитеры, достойно возглавляющие общину, заслуживают двойной чести, а может быть даже платы, да, то есть, ну, община кормит своих руководителей, в особенности те, кто усердно проповедует и учит. Так говорит и Писание, не закрывай рта валу на молодьбе, и работник достоин своей платы. То есть, это труд, он должен оплачиваться. Интересно, что сам Павел постоянно подчеркивает, что для многих общин он не был обременением, есть исключения, но в большинстве он работал руками, да, то есть, он зарабатывал себе на жизнь сам. Но если община уже состоялась, почему бы ей не прокормить тех, кто ее возглавляет? Обвинение против пресвитера принимая не иначе, как от двух или трех свидетелей, но тех, кто согрешает, обличая пред всеми, чтобы и другим было неповадно. Соответственно, не торопись верить всякому слуху, но если уж что не так, то надо действовать. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя исполнять все это неукоснительно, никому не оказывая предпочтения. Не спеши никого рукополагать, чтобы не оказаться соучастником в чужих грехах и себя храни в чистоте». Вот поспешное рукоположение, то есть, возведение в эту самую, ну, в достоинство, в роль, в должность пресвитера или епископа может человека испортить. Об этом говорилось выше, что, скажем, неофит, человек, который недавно пришел к вере, он может очень сильно этим возгордиться. И если ты этому способствуешь, если это ты его рукоположил, то ты соучастник этого. Дальше неожиданный комментарий. «Пей не одну только воду, но и немного вина ради желудка и частых твоих недомоганий». Тогда с водой было не очень хорошо, от чистой было мало, поэтому в воду обычно добавляли вино. Но в какой-то строгой аскезе могли пить одну только воду. И вот здесь как раз отрицается такое трезвенничество, в котором вообще не грамма алкоголя, но немного и для определенных целей. Не для того, чтобы напиться и все забыть, а ради желудка и недомоганий действительно вино, как считалось, помогает от некоторых видов заболеваний. Но то, что воду обеззараживает, это уже совершенно точно. И комментарий про еще одну тему. Вот так вставочки такие в конце этой пятой главы. «Грехи одних людей видны уже сейчас и приведут их на суд, а грехи других проявятся позднее. Так же и с добрыми делами. Лишь часть из них заметна, но и другая часть не может всегда оставаться неизвестной». Вот тоже очень важный и интересный принцип. Иногда люди говорят, давайте не будем никого осуждать. Обычно под этим подразумевается, давайте не будем называть черное черным. Нет, будем. Павел говорит, есть грехи, которые очевидны, так же, как и добродетели есть, которые очевидны. Но надо помнить, что мы видим лишь отчасти. Назвать грех грехом важно и нужно, особенно если ты руководитель этой общины, пишет он об этом не случайно Тимофею и разбирает варианты. Он говорит очень много и довольно жестко о людях, которые ведут себя недостойно. Например, о вдовах, которые выдают себя за одиноких, но при этом они развлекаются как только могут и всем только мешают. Или упоминает, что нельзя там драчунов или пьяниц сделать епископами. И вот есть вещи, которые очевидны. И человек, который потакает этим вещам, становится соучастником их. Но есть то, что пока непонятно, поэтому можно не торопиться с окончательными вердиктами. Ну, дальше в шестой главе тоже пойдет ряд рекомендаций. В этом послании они так чередуются практически и какие-то более богословские. Редактор субтитров А.Семкин